МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стройки не будет. Свою позицию отстояли жители Твериц в Ярославле. И вместо 17-этажных домов из окон жителей частного сектора по-прежнему будут виднеться маленькие домики. Почему ярославцы оказались против урбанизации левого берега Волги? И что же сыграло решающую роль? Будем разбираться сегодня. В эфире другие новости. Я Светлана Доброхотова. И мы начинаем. Как говорили местные власти, в Тверицах мог бы появиться отличный большой современный микрорайон. 25 высоток, 8 тысяч новых жителей, надземная и подземная парковка столь необходимая, плюс поликлиника, детский сад, школа. Вроде бы прекрасный вариант, все удобства для жителей есть. Но вот люди оказались резко против. И на это есть весомые аргументы. Сейчас узнаем, почему и как удалось добиться отмены решения властей. Проплывающие по Волге теплоходы в недалеком будущем могли бы больше не увидеть этих удивительных пейзажей Тверицкой набережной. Местные говорили свое категорическое «нет» многоэтажному строительству на берегу Волги. В первую очередь из-за ландшафта, а во вторую из-за транспортной загруженности на подъезде к Октябрьскому мосту. Чиновники неоднократно встречались с жителями. И в итоге на публичных слушаниях руководство города решило изменить план. Вместо небоскребов здесь решено было строить малоэтажные дома. Это даже не в том дело, что услышали наши просьбы о понижении этажности о другом проекте. Потому что это категорически не устраивало нас всех. Но самое главное – вера во власть, вера в то, что все вместе, если собраться, то можно изменить. И изменили дальше. Городские власти пришли к выводу, что застройку территории и вовсе стоит отменить. Но ведь заказчиками проекта нового микрорайона были в прошлом обманутые дольщики. Они сами достраивали свои дома и по закону имеют полное право на компенсацию затрат. Компромисс нашли и с ними. Теперь новый микрорайон появится на Соколе. Должно быть понимание, какие земельные участки, стоимость их, площадь. Чтобы можно было уже между участниками данного процесса данные земельные участки разделить. Нам были предложены конкретные участки. Нам предложено составить дорожную карту с тем, что мы в течение двух-трех месяцев получили оформленные участки. Три месяца – окончательный срок решения проблемы. Именно его и ставят городские власти. Теперь жители Заволжского района перестают волноваться. Привычный и милый сердцу такой негородской вид из окна не превратится в мини-версию мегаполиса. Будем жить не рядом с многоэтажной застройкой, а рядом с малоэтажной, комфортной, как для будущих жителей этой застройки, так и для нас. Теперь у меня семья большая, мы хотим здесь жить. Дети наши будут дальше жить, внуки, может быть. И мы очень рады, что нас услышали. Ну что ж, решение принято, а мы все же вернемся на несколько месяцев назад и увидим, каким бы мог стать новый микрорайон за Волгой. Тогда, когда мэрия утвердила план застройки Твериц. Итак, 6,5 тысяч человек готовы были принять Тверицы в своем новом микрорайоне Высоток. 25 домов, некоторые из которых в 17 этажей взмоют ввысь. Границы района будут проходить по улицам Университетская и Маяковского. Мы продолжаем гулять по тем уже не состоявшимся Тверицам. И здесь перед нами предстает каскадный вариант застройки. Что ж, 16 домов по 17 этажей нам обещали. Еще 9 домов по 7 этажей. Безусловно, жителям нужно было парковать свои авто, и места для них тоже продумали. Несколько многоэтажных парковок надземных должны были здесь появиться на 2000 машин. Получается, чем ближе к Волге, тем меньше этажей в новостройках. Именно так обещал нам проект еще месяц назад. Подписали его 24 мая. Ну а мы гуляем дальше. Лечиться жителям нового микрорайона тоже нужно будет где-то. У нас здесь должна была появиться поликлиника, одна автозаправка, ну и школа на 900 учеников. Два десят детских сада, один на 330 мест и другой на 150. Амбициозные планы, безусловно, но, вероятно, к счастью жителей частного сектора, их теперь не потревожит рев автомобилей и шум строительной техники. Вообще история с многоэтажной застройкой в Тверице берет свое начало в 2016 году. Тогда СМИ публикуют первую информацию о планах мэрии Ярославля. Позже появляется и сам проект застройки. Мы уже говорили о том, что заказчиком выступал жилищно-строительный кооператив. Они и согласовывали границы стройки с городскими властями. Кооператив за свои деньги достраивал дома обманутых дольщиков в Ярославле. Всего потратили более 400 миллионов рублей. По закону, мэрия Ярославля должна была компенсировать эти затраты земельными участками. Это и оказались в Тверице. Местные жители сразу и резко высказались против строительства в частном секторе небоскребов по 17 этажей. Это портит внешний вид микрорайона и сильно повлияет на транспортную загрузку всей заволки. Проводились собрания, устраивали пикеты, пытались найти компромисс с властями на общественных слушаниях. Сначала власти решили снизить этажность до 9, а потом и вовсе до 4 этажей. Но уже в мае этого года мэр города Владимир Слепцов решение о застройке этого участка отменили. Окончательно ли это решение или же в проекте есть подводные камни? Сейчас будем разбираться, так сказать, с глазу на глаз. У нас в гостях заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко. Готовясь к эфиру, на разных источниках я читала довольно разную информацию. Одни пишут, что застройки в Тверицах вообще не будет, другие пишут, что все-таки там появятся дома, но в 4 этажа. Скажите, кто здесь прав? Ну вот смотрите, что касается застройки Тверицы, вообще работы с этим земельным участком и с этим микрорайоном, он должен, безусловно, состояться, поскольку там есть ряд больших проблем, которые, собственно, и появились в результате обсуждения, были высказаны жителями, с которыми велась работа за Волжским районом, департаментом архитектуры. Ситуация в том, что там действительно есть серьезные проблемы с сетями, с дорогами и так далее. И решить эти проблемы возможно только путем планирования этой территории, масштабного планирования этой территории. В настоящий момент подготовлены изменения в правилах застройки и землепользования. Это следующий этап. 2 августа в казармах в Вознесенском мы будем обсуждать это. И очень важно, чтобы жители, придя туда, приняли решение, проголосовали и внесли изменения в правила застройки и землепользования, изменив этажность домов, чтобы то, о чем вы говорите, было уже задокументировано. Поскольку любая городостроительная документация должна обсуждаться с жителями, вот как раз 2 августа мы все вместе, мы об этом договорились с активистами Твериц, мы все собираемся, за это голосуем и дальше уже двигаемся в направлении развития микрорайона, малоэтажной застройки, ну и, соответственно, проектирование сетей, дорог. Это все должно лечь в основу другого проекта. Планировки изменяется, будет изменен этот проект, поскольку он не будет соответствовать. С этим все понятно. Давайте тогда разберемся, что же будет на Фрунзе. Почему именно этот район выбран для переноса вот этих многоэтажных домов? И они будут многоэтажными там? Конечно. На самом деле, вот то, о чем вы рассказывали, достаточно неплохо разработан проект планировки. Безусловно, он не вписывался в общую концепцию развития Твериц, поскольку это зеленый район, это район моэтажной застройки. Что касается Фрунзе, это все-таки несколько иной район, иные подходы. И когда мы вели переговоры по участкам, по конкретным, в том числе уже с другой заинтересованной группой, поскольку вы понимаете, что есть и вторая сторона, с которыми тоже вести переговоры, они, кстати, тоже в вашем сюжете высказывали свою позицию, эта работа ведется. И вот как было сказано в сюжете, в течение трех месяцев сейчас будут определены земельные участки, кому из застройщиков и дольщиков достанутся какие земельные участки. Это они должны определить совместно с Департаментом архитектуры и земельных отношений. После этого уже, соответственно, мы пойдем на подписание документов, и уже начнется работа, которая будет связана уже с реализацией обязательств, которые мэрия на себя взяла в связи с решением проблем обманутых дольщиков. Проекты есть уже? То, что мы видим в интернете, вот эти фотографии, они сейчас у нас пока появятся на экране. Да, то, что касается проектов планировки, то проекты планировки на эти участки разработаны, поскольку возникали вопросы, проект планировки Твериц разрабатывался в том числе с участием застройщиков и дольщиков. Чтобы не было, снять сразу вопросы о том, что придется заново платить, возвращать деньги и так далее, предоставляются участки, на которых уже разработаны проекты планировки. Единственное, сейчас нужно соотнести с финансовыми и строительными планами компаний, которые планируют застраивать эти территории, ну, я имею в виду как раз дольщиков и застройщиков, либо они там будут как-то реализовывать их, возвращая свои финансовые средства, которые были потрачены на застройку. Они должны сопротивляться сами, поскольку это, ну, не совсем правильно, когда мэрия будет им говорить, вы вот здесь делаете, вы вот здесь делаете. Есть участки, мы их предоставляем, оценка этих участков осуществляется независимой экспертной организацией, чтобы финансовые средства, которые, ну, были соотнесены с теми финансовыми средствами, которые они потратили. После этого принимается решение окончательное по конкретным участкам, закрепляется за каждой организацией конкретный участок, и дальше начинается реализация. Я поняла, эти три месяца вот эти как раз на обсуждение и на решение. Да, это серьезная работа. Хорошо, скажите тогда, пожалуйста, на Соколе жители-то не будут против вот такого появления дополнительного микрорайона? С ними тоже будут обсуждаться? Ну, вот смотрите, что касается появления микрорайона на Соколе, на Соколе ведется застройка. Это развивающийся микрорайон, и проекты планировок уже разработаны эти, и они уже обсуждались. То есть это существующие проекты планировок, это не какая-то новая история. И в этой ситуации, то есть это планомерное развитие микрорайона. Ну, как мне кажется, это оптимальное решение, поскольку сохраняется развитие зеленого микрорайона Тверицы с концепцией малоэтажной застройки, и при этом же развивается многоэтажная застройка крупного микрорайона, который сейчас там, безусловно, накладывает определенные обязательства к части развития дорожной сети, транспортной сети. Безусловно, это все накладывает определенные обязательства. Детские сады, школы, обеспечение социальными объектами – это тоже все задачи, которые стоят, которые непростые в условиях бюджетного дефицита. Но это все должно решаться, безусловно. Спасибо вам большое за то, что нашли время и пришли к нам с тем. Спасибо вам за внимательные отношения и вопросы. Гостем в студии был заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко. Ну, а мы, продолжая тему, давайте посмотрим, как в других городах нашей необъятной страны решались подобные вопросы и вообще, чем же завершались такие скользкие истории. Удавалось ли жителям построить адекватный диалог с властью и быть услышанными? Апрель 2018-го. Нижний Новгород. Мэр города инициировал слушание об отмене застройки Волжской поймы. Большой участок земли планировали выделить под жилые дома. Но экологи-активисты выступили против и даже организовали свой общественный комитет. По итогам встречи горожан с чиновниками было решено засадить эту зону деревьями и оборудовать там пешеходные и другие рекреационные зоны. А это Чебоксары. Там, между школой и детским садом, хотели построить девятиэтажку. Местные собрали более 800 подписей и отправились к главе Чувашии. В итоге стройку отменили. Более того, власти пообещали, на участке сохранят детскую площадку. Тем временем мэр Твери и вовсе пригрозил прекращением строительства в городе. Но только в том случае, если будут отменены правила землепользования и застройки, которые не соответствуют генплану. Даже прокуратура поддержала это решение. Планирование территории безобразно. Так заявил глава Твери. Культурная столица России. Ее тоже не миновал градостроительный скандал. Вблизи астрономического центра хотели возвести жилый комплекс. Хотели, но эксперты и активисты звонили во все колокола. И говорили, такое соседство поставит крест на астрономических исследованиях. Ни одно судебное заседание позади. Тяжбы пока продолжаются. Ну что ж, а в Ярославле жители решили, а власти поддержали. И не будет теперь в исторической части города мини-мегаполиса. Прекрасные виды на матушку Волгу, надеюсь, останутся прежними, а жители счастливыми, ну и довольными, конечно. А тем временем мои коллеги из программы «День событий» готовы подводить итоги дня. Самая яркая тема этого четверга – День кинолога. В эфире увидим историю про друзей наших меньших. Ну а я прощаюсь. Хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!